Готовим салат с интригующим названием. Обольстительница. Очень нежный, очень вкусный. Перед обольстительницей никто не устоит. Я вас уверяю. Оставайтесь со мной. И первое, что мне понадобится для приготовления, это яйца, заранее отваренные вкрутое. Яйца разделяем на белок и желток. Мне сегодня понадобится только белок. Желток можете использовать для приготовления какого-нибудь соуса или намазки. Чтобы салат получился нежнее, белок натираем на мелкой терке. Берем заранее отваренный в подсоленной воде рис. Если все продукты подготовить заранее, яйца, рис отварить заранее, то салат готовится буквально за 5 минут. Отваренный заранее рис отправляем в миску к яйцам. Все продукты, их количество, как обычно, указано в описании под видео, поэтому обязательно туда заглядывайте. Беру вареные креветки. Я их уже заранее почистила. Если хотите получить более бюджетный вариант салата, креветки можно заменить на имитацию. Можно взять морской коктейль в баночке. Либо можете заменить их на крабовые палочки. Тоже допускается. Креветки у меня достаточно крупные, поэтому режу их вот так на 4 части. Креветки у нас идут сюда же, в глубокий салатник. Друзья, не забывайте ставить лайк этому видео, писать ваши комментарии, нравится, не нравится. Так я пойму, какая тема для вас более всего интересна. Ну, а мы с вами продолжаем готовить. Я беру икру красную. Если хотите, чтобы салат был более бюджетный, возьмите имитацию икры. Но все-таки, если вы готовите к праздничному столу, то можно себя побаловать, себя и своих близких. Так, добавляем. Так как икра соленая, рис я тоже подсаливала, когда отваривала с солью, будьте осторожны. Добавляю я чуть-чуть, лучше потом подсолить. Далее, по желанию, можно добавить перец. Я добавляю смесь перцев. Вот так. Заправлять салат я буду майонезом. Майонеза добавляю немного, так, чтобы соединить все продукты и не перебивать их вкус. Все, теперь тщательно перемешиваю. Перемешиваем аккуратно, так, чтобы у нас икра, так сказать, не размазалась, оставалась целенькой. Подавать обольстительницу можете так, как вашей душе угодно. Но, если вы готовите к праздничному столу, я лично предпочитаю выкладывать ее в формочки. Вот такие у меня есть металлические формочки. Устанавливаю на блюдо и заполняю формочку. Салат слегка уплотнели, чтобы он у нас не потерял свою нежность и воздушность, но при этом хорошо держал форму. Формочку я удалила, посмотрите, какая уже получается красота. Можно оставить так, а можно слегка украсить, посыпать зельню. У меня вот такой небольшой огородик на подоконнике, микрозелень, зеленый горошек. Можете также микрозеленью посыпать, либо любой другой зеленью. Отрезаю вот несколько прям листочков и подстригу прям сюда. Я, конечно же, попробую. Я думаю, что слова здесь лишние. Салат получается просто изумительный и очень красивый. Я понимаю, что он не бюджетный, но радовать себя нужно хотя бы иногда. Мужчины, кстати, берите этот рецепт себе на заметку. Приготовьте для своих любимых девушек, для своих любимых женщин. Я уверена, что они оценят ваши старания, что им будет очень приятно и очень вкусно. При всем, при том, что готовится салат элементарно просто. Всем желаю приятного аппетита, замечательного настроения. Готовьте с душой и с удовольствием. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok